Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Пранки в классе. За новую жизнь. Поехали. Чтобы было где-то и было диски. И было диски, и манескин, и вот это вот все. И все, и все. Сейчас и полетит. Чтобы было все хуй. Регалина. Здравствуйте. Первый вечер вместе. А это, кстати, Лиза. Наша новая соседочка. Сосед очка. Ручки рвутся. Потому что мы буквально вчера переехали. Таня уже приехала с вещами. Я сегодня был на работе. И сегодня уже проявил свои вещи. Лиза сегодня проявила свои вещи. Вот. Сейчас здесь проедет Вера. Ронни Харбор. Ой, боже мой. Одна наша комната с Верой. Вера чисто в звездочки. Верить. Мы Веру сейчас будем запускать. Вантажный. Что, работает? Оху. Оху. Я на блажанку и ногу. Он упустил бы. Ну, это тайника. Лиза тупо. Лиза сказала, не снимайте Лиза с моей. Я похожа на шутку. Да. Вчера мы гуляли. Праздник. Новоселье. Сейчас приеду хозяйка. Менять замки. Чтобы нам... Ну, короче, новые замки. Потому что тут и строители работали. И все строители работали. И много у кого оставались ключи. Короче, пришла хозяйка. Мы тут сейчас меняем. Я это все полностью раскрутил. Эту... Замочную скважину. Вода. Скважина в смысле. И... И... И хозяйка пришла, короче. Менять сердце ревно нам. Чтобы нас никто не украл. И... 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 Вера приехала с работы. И показывает, что будет. Что спиздала. Что спиздала? Сего не будет. Обзор, ребята. Смотрим. Так, можно? Смотрите. Пачка. Тряпок. Дальше. Еще две пачки прям. Угу. Микрофон. Скажи, что запихло. For real? Okay, let's go. Альбитяк работает... Смотрите. Винт по блютузу? Да, но он не работает. Этот нам для красоты. Мусорные пакеты. Короче, мы снимаем тикток. Какая огромная капля. Какая огромная капля. Ты чего? Тебе воды жалко? Идите нахуй. Ну короче, четыре дня мы уже вместе живем. Переехали на квартиру. На борщагивку. Сейчас мы идем где-то в Ашан. Там неделикая школа. Девчата говорят, что мы как школьники идем. У меня же там сзади рюкзачок. Я говорю, ну да, мы с 13 класса выпустились. Идем домой. Угукайте кого-то из администрации. Ну это же не мы виноваты. У всех ДИЯ так. Я тоже не виновата. Так, они у нас признаны документами. Ну, знаете, администратора. Мы что тут сделаем? Да, у нас все документы. Что за пиздец? Загранки, сертификаты. В чем проблема? А вы нас чувствуете, или нет? Виходит, они не хотели нам продавать через ДИЮ, алкоголь. И я им показал первый раз физический паспорт. Вот. А второй раз мы уже вызывали полицию. Но это уже дальше, вы увидите. Ну что, всем привет. Влог про Киев продолжается. Зараз уже 3 грудня. Вот. Мы там майже неделю живем разом в Киеве. Ось. Сьогодні я знову приезжал в Барышевку. Робил себе другую дозу вакцини. Тут у меня кульочки. Опять забитый портфель там сзади. Вот. Зараз уже буду идти на перрон. Там десь должна быть потом Таня подсистить. И мы будем разом ехать в электричество на Киев. Бо Таня також приезжала в Барышевку. Забирала свои речи. Ось. Моя мама очень против вакцин. Я вчера приехал в вечеринку сюда в Барышевку. До мамы. Короче, это был просто какой-то вынос мозга. Потому что она мне рассказывает, что я помру. Вакцины – это зло. Это, короче, всемирный заговор. Что, короче, мы все помрем. Нам послабляют иммунитет. Я говорю, да-да-да-да-да-да-да. И я говорю, мам, смотрите, у меня есть свое мнение. И, ну, то есть, если я захочу. Захачу. Если я захотел, то я сделаю. То есть, мне будет пофиг на мнение любого человека. Врача, не врача. Говорю, меня никто не заставлял. Говорю, это мой осознанный выбор. Если я захотел, значит я это сделаю. Вот. Маме это, короче, не доходит. Сегодня я сделаю. У меня получился супермикс. Вот такой вот Швебцер. Первую я делаю в Астразенеку. Другую я сделал себе Пфайзер. Потому что Астразенеки не было в нашей лекарне. Взял с собой еще пару орудий. А еще взял с собой, не знаю зачем, спальний мешок. Ну а вдруг приходится. Вдруг я резко куда-то захочу зимой пойти поспать на улице, к примеру. Хорошая идея, да? Ну короче. Побачим, что будет дальше. А что у меня сейчас очень шия болит. Короче, мы собрались идти в клуб. Вот. А мы идем хуй с надеяем. Сходили мы уже в клуб. В клуб. На танцы сходили. Потанцювали нам все понравилось. Ну там, какие танцы. Да еще понравилось, очень крутая атмосфера там была. Опа, 2-4 красиво. Короче, зараз минус 2, а ощущается, значит, сейчас, блядь, минус 302, блядь, миллиона. Прививку сделали, да, с Верой, вчера получается. У меня рука отвалилась. Я танцювала одной рукой, типа, я уже хотела в Италию лететь, понимаете? Уже там до диджея приставала. Не правда. Уже хотела, уже все, поехать в Италию, короче, отдыхать, думаю, тут холодно. Вот так. Видеоблог, короче, продолжается. Видеоблог, Вера Писая. Спасибо. Что вообще такого рассказать? А, вход бесплатный. Вы думаете, о чем это? Вот вход бесплатный. А вообще продолжайте, конечно, следить за нашим видеоблогом. Это будет в Италии? Скиллом. Нет? Нет, я не буду. Это Кирилл, короче. А он видеоблогер, он снимает видеоблогер. О, ты че, бен? Охуенно. Я не жму руку тут. Я подошел до бармена, я познакомился, и он гостил нас в четыре машины, типа, что там, там, с журавлиной, какой-то штучкой. Короче, вкусненько. Я таки, спасибо. 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 Привет. Привет. Это Женя. Это Женя. Привет. Котакса красивая. Я не могу. Это овчарка белая такая. А там у нас Назарчик наш стоит. А то, кстати, у нас Танька Самойленка. Мы с ней живем, но она зараз, типа, на работе. Просит, чтобы подписались в Инстаграм. Назик, блядь, да поможи за... А тут у нас трусы высят с микрофона. Надо ставить стульчик и спевать микрофон. Идем блок. Кто скрыта камера? Да. Единство святит Баску в месяц. Ну, прикинь. Может, это 15 августа, но по 14 год. А мы еще перед этим тоже, типа, просто у нас компания детей. Так вот, 6 человек. Мы едем, а у нас такая церковь на кладбище. И мы все пиздуем на кладбище. Ну, в общем, жизнь нас потаскала, так хорошо. Я хочу про фотку, про фотошоп. Да. Уже я там, блядь, я как-то с Симой там общила. Настик выглядит, как этот, как двойняшка Насты Наймалою той. Он назвал Бога. А мы уже думаем, короче, как нарядиться на Новый год. Я думаю, якось вообще поебану. Там, типа, надеть какую-то шапочку ковбоя и такие, типа. Окей, летс гоу. Пронись меня. Назик, ты пронись, блядь, чи не пронись? Это нормально, что я показываю вообще тик-ток и в ютубе. Ведеоблог продолжается. До нас приехала лизана подружка. И они сейчас, короче, там в комнате сдают экзамен. Вот. И они мне попросили, чтобы я им помогал шукать ответы. Ну, получается, я пришел на кухню до Настыка. И у них уже там началась эта херня. И я такой, можно зайти, типа? Ну, тебе подсказывать. А она такая, сидит. И я такой, упс, не помог. Лизбия будет показать, что я студентка университета. Можно? Дякую великое, я просто забула. Назар у нас ночевал. Ночью он кричал, что его там... Вот так вот. Лиза питает в группе, каже, с кого там демони вылезают. Я говорю, то Назар. Он просто так спит. Мы сейчас просто ходим десь по райончику, смотрим на тут, на базар. Мы кричали с Назиком на базар, чтобы сделать ключи Лизи. Потому что... Мы ж хозяйки сказали, что у нас трое живет. Вот. А нас по факту уже четверо. А ключи у нас сделала трое. Поэтому мы сейчас сделаем еще одну пару ключов. Вера тупая, как Талакса. Вера красить волосы. На самом деле в ней блоги. У меня блога, у меня блоги, блядь. Да, короче. Я подхожу. Вера говорит, иди сюда, Саня. Я так и заходу. Тут, короче, полностью из-за этого краника. Вот. Ну получается, там есть на бойлерах какие-то свистки. То есть, если он начинает... То есть, там... Если в нем поднимается давление, там этот... То, типа, срывая какие-то краны, там просто вытекает, типа, личная вода или пар и так дальше. Вот. То есть, это сделано для того, чтобы не взрывались бойлеры. И, короче, мы просто приходим, я тут начинаю капать, типа, пиву из-за этого краника. И я таки, Вера, а ты ничего не трогала? Вера такая, нет. Короче, я его поправил, вроде бы. Мы надеемся, чтобы он не взорвался. Что я, блин, со своей, короче, фантазией... Мы тут с Верой стоим. Я уже придумал, как нам сейчас головы просто снесет от бойлера. Стен куда-то снесет. И, конечно, я уже задолбался. Потому что... У нас вот там вот течет. Ну, короче. Ну, типа, если перекрыть краник, вот. Тогда не течет. Ну, короче. Это же полбеды. Вот. Я вот тут уже делал сантехнику. Менял эту самую фигню. Типа, гибкий шланг. В итоге получается, что, знаешь, все равно там возле крана, короче, там все равно течет. Но то оно все течет в раковину, поэтому тоже, типа, не так страшно. Вот. Еще я меня, короче, в дверях сердцевину эту. Потому что много у кого из строителей еще много было... Короче, они просто взяли ключи, типа, и не поддавали. Вот. И мы, конечно же, в рамках безопасности поменяли замок. Вот. Потом еще на кухне, короче. Это все, блять, просто... Чтобы вы понимали, это все происходит на протяжении, не знаю, недели. Вот. Потому что на кухне тут тоже, короче, тік гибкий шланг. Вот этот вот, десь там новый, оранжевый штучка. Я его тоже менял. Потому что... Вон тоже, короче... А, что же не болеется? Потому что он тоже, оно уже ржавый, капец, короче, який. Вот. Я его тоже менял, потому что это... было невозможно. Я выходил на кухню, а тут все в воде, все плавают. Ох. Это сделали покушать рис. Я, конечно, хочу зарабатывать, блин, как-то видеомонтажерство на это, короче, как-то так важно найти каких-то людей, которые тебе будут платить деньги. Потому что... Потому что... Потому что... с одной стороны, а с другой стороны, блин, как-то все находят и все нормально. Я тоже надеюсь, что у меня все будет хорошо, что я буду снимать просто видео, делать то, что мне нравится. Вот. Буду параллельно вести вот такие вот программы на YouTube. И все. Ну, я, че-то, YouTube веду, не знаю. У меня там 20 человек. Так что... Приятно мне, конечно, что вы меня дивитесь, кто дивится. Там ставьте лайки, колокольчики там, где-то не забывайте, коментарии, мне будет очень приятно. Продолжаем видеоблог с Киева. Сегодня 7 грудня. В Киеве ее бачит дождь. Вот. Я купил елку. Она, блядь, наша после атомной войны. Она из Чернобыля, короче. Но зато она очень дешевая, потому что я таких елочек вообще никогда не видел. Я думаю, что если она рядит, то она будет нормально. 30 гривен стоит всего лишь. Hello! Добрый день! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Стань нахуй, ну, а все перемири наши с тобой. Документы. Ха-ха-ха! Майже не помялись. Йо! Так вы не помялись... Я подвинусь, как свою... как свою жизнь берёв. Ох-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ух ты, ё! Привет! Блин. А у меня еще собака твоя ебанука вкусила, а я ей потом думал в ебанник дать, а мама твоя столовая не видела. А зато ёлка, Санюк. Так да. Дешево зато. Короче, видеовлог продолжается. Йоу, нахуй. У нас завився якийсь призрак, ну не якийсь призрак, а Аня. Мы знаем, кто это. Угу, он меня уже преследует пару годов. Да и нахуй пару годов, бе, все в жизни. Он постоянно ездит за мной, с квартиры на квартиру, он делает всякую херню. Мы один раз просто сидели и бутылка стеклянная с олеей, она просто тряснула и олея вытекла. Да. Это было серьезно. Ты была бы? Да. Это было серьезно. Мы сидим в комнате, бутылка стоит на кухне и мы просто чуем, типа, какие-то звуки. И мы выходим на кухню, шукают, что-то сталося, что побилось. И мы вообще не обратили внимание, а потом на стол, он весь валяет и стоит стеклянная бутылка, с которой просто она, типа, дряснула. Просто она стояла и просто дряснула. Никого вообще не было на кухне. Это в баху я, блядь, вообще я охуеваю. И я така, и факт. И даже я, потому что даже я не смогла это объяснить. Утяжка сама по себе включилась, но там, типа, надо приложить усилия, чтобы нажать вот эту кнопочку. Да я нажимал. Я ее из розетки, нахуй, вытянул. Короче, интересно вот. Чего называется призрак Аня, потому что... Что ты? Нет, не лилен. Потому что я, когда переездил, я раньше жил в совхозе, в СМТ, на квартире. Потом я переездил в частный дом. И получается, я... Мы по приколу, короче, мы бухали там с моей подругой. И мы по приколу, типа, бачили какогось призрака. И мы, типа, говорим, вот, а то Аня, а то Аня. Потому что реально, типа, женский... Ну, типа, не женский, а девочки. Такий силлет. Вот призрака був. И мы, типа, дали название, типа, ей Аня. Вот. А потом, как мы узнали, сусідка нам рассказывала, что на моем, типа, участку, там, где мама сейчас живет в будинку участном, там похороненный, короче, ребенок. Вот, девочки. И этот призрак теперь сам не преследует нам. Вот. Поэтому, Аня, привет. Давай привет моим подписникам. Привет, подписникам. На ютубе. Вау. Блин, мы такие крутые. Я закройнуто. Представь, какие странтец. Нас ночевели он, Влад. Вот. Это очень смешно, потому что он был глупсим. Во-первых, отдайте мне чек. Отдайте чек, пожалуйста. Девушка, это мне чек очень странно. Вы, во-первых, не можете меня удерживать. Вы же видели, что тут оплачено. Нет, сейчас будет служба безопасности. И будете решать. Так, 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 так. Вот, хорошо. И у нас оплачено. А это правильно. Ну, мы же хотим... И ты вкрасть Украину? Там бы все чифровизовано, правильно? Это правильно. Это все нормально. Это я согласен. Полиция уже едет. Это так не должно быть. Ну, полиция... Я совершил покупку. Купил две бутылки крестового вина. Потом запросила касса документы. Я предложил ее. Закордонный паскор. Мне не продают, потому что он был однозорным 7 декабря. Это конфликт. Да какие конфликты, глупцы? Это с интернаером. Ё-моё. А что мы можем убить его? Нет. Я свою очередь еще обновил, обновился. Но у него не обновляется. И у меня, и у всех полицейского так же не обновляется. Только с 7 числа. Скорее всего, это действует... Это посвящение водителя. Паспорт, по-моему, не будет новый. Так и я все равно выйду. Хорошо. Даже если он обновленный, то что не посвящен своему действию сколько лет? Нет. Потому что это может быть подробно. Хорошо. С помощью QR-кода, который сзади этого паспорта, вы это проверяете. У вас должен быть сканер. Потому что ДИА, это законодательство. А, с 23 часа. Это те самая. ДИА однако. Хорошо. 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 Потому что до этого у нас таких проблем не было. У всех, кто был паспорт, он обновлялся. Нет. Были и такие проблемы. Потому что я приходил сюда десь неделю тому. И я также там ссорился. Администратор, который просто нас послал нахер и ушел. Надо разговаривать с гостями. Сегодня мы едем в Станю Гугей-клуб. Первый раз. Ну, Таня уже не первая. Потому что Таня с детства геем стала, кстати. Узнала, что нет. Вера сегодня остается дома. Она не хочет никуда ехать. Потому что у нее из рота дымчатся. Я не знаю, что это заболеваемость. Вот она болела. Это коронавирус. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вот Баня скуплено оделась. Охахахахахаха. Таня довольный. Короче, мы пришли в гей-клуб, тут в принципе ничем не отличается от обычного клуба Все так же самое, обычные люди, хорошее открытие Так что мы сейчас танцуем, я зашел вообще в туалет снимать видео Сейчас все побачите Саняя бьют футболочку Папа, ездить дома! Мы уже приехали из клуба Вот, кстати, понадобился цей сертификат, який я выиграл ВТБ 300 гривен Я же заказал его на такси Мы доехали вообще из центра Киева сюда на райончик на наш за 37 гривен Я таки спасибо Короче, сейчас час двенадцать, видео блог с Киева продолжается Я сейчас буду первый раз пробовать в жизни в Успасе Ну, ушли Хуета Короче, я с моря глотнул воду С какой-то медузой С кусочком медузы Это только первая такая А потом уже другая, третья, четвертая, пятая, шестая и поехали Букаем посеред бляклих вогнів Ничных прибокзальных станций Ты так прагнешь мене прятувати А у нас уже ВТБ тепер вот такие полетиренные кольочки платные Да, там хоть по 12 копеек Ну, может для когось это станет поводом Чтобы перейти Чтобы перейти на какие-то нормальные сумочки Последуша Думаю, сейчас поеду, потом поеду гулять Иду и, короче, вот я хотел одной рукой ударить, чтобы включить вот так вот выключатель Ленин чайно ударил другой рукой, в которой был телефон Вот И он получается у меня выпадает А так падает прямо на плитку Я такой Ммм, красиво Таким поднимаю, короче И вот такой вот телефончик у меня теперь Спасибо Конечно, позвонил только, что у вас в какой-то сервис Сказали, что Типа полностью 3200 стоит Если вы хотите, чтобы герметично и было водонепроницаемое То типа 3700 Ну то есть еще 500 гривен сверху Я сказал, что я хочу, да, мне нужно герметично Вот Так что, знаете, так чисто 3700 Короче, в Даня сейчас через 5 минут будет день рождения Он будет 24 лет И тут Бадязка уже распечатала ему шарики Вера снимает Вера сделала мне... Я не знаю, как это называется Она мне глистовно сделала Вы initiatives, не было саши Какие друзья Pedro Н acts preparing Вы этих не было? Нет Страшив Саши Спасибо, ребята Будь ласка Отращайся Прощайся. Это было очень сложно, потому что девчата какие-то неорганизованные. Я им скажу долбойовки, блядь, стой, ты бегом, Даня уже на этом. А они такие, а они тут сидят, дивляться видосы в Инстаграме. Так, короче, видеоблог продолжается. Получается, сегодня день рождения у Дани. Мы его ночью витали, кричали, шарики. Они до нас позже еще придут на квартиру, которые мы посадим, покушаем пиццу, выпьем, чуть-чуть поговорим. Ну, короче, все, как всегда. Вот. И Вера, получается, кидает скриншот сегодня в нашу группу, там да я и девчата, ну, какие же будут на квартире, типа, кажут, что нас выселяют. И она там, короче, прифотошопила переписку с хозяйкой. Вот. Там до переписки написано, типа, что нас выселяют. Короче, девчата ж повыглылись. Я сразу же звоню Вере, и говорю, так что, когда там выселяемся. Короче, Вера говорит, типа, что бла бла бла, это прикол. Вот. Но девчата мне говорят, хочу, типа, з них порохлыть. Я такой, ну окей. Вот. В итоге сейчас девчата, Таня выпала успокоительного. Девчата думают, что нас выселяют. На самом деле нас не выселяют. Вот. Ну, короче. Я сказал, то Вера, может, я перегнула палку. Ну, так передавай уже гни до конца. Кажут, уже как приедешь домой, так розкажешься. И на видео я попробую заснять. Короче, их реакцию. Наверное, они так обрадуются. Что? Это все, Вера, вас наебала. Блядь, ну Танюш, это не люби нас. Ну, так я сейчас раньше скажу, она как раз остына до прихода. Ты понимаешь, что у нее с таблетками пошла погуляла, чтобы у нее тревожность. Вы же толпаемы, блядь. Это не я. Танька, это все был пранк. Да? Я пранкер. Я шучу, что Вера придумал. Какого угодно? Там было типа зарано и газур, реально вкусно пончики. Блядь, я так хочу. Ну, я не знаю, там таки тесто, оно вроде как обычное, но так вкусно было. Хайно вкусно пончики было. А это Вера приехала, наша пранкерша. Только сусідам не пахнуть двери? Все, добро ночи. Ничего ты снимаешь? О, билку забула. А голову ты дома не забула? Доброе утро. Доброе утро. Кому-то с Бодязкою собрались идти на секонд-хенд. Я проснулся десять минут назад. Покажи, Бодязко. Потом, без камер можно? Можно без камер пожить? Блин, хотя бы денек. Ёбан-бобан. Какое красивое лицо. Прошло уже майже трешки больше, чем две недели. Как мы живем в Киеве. Гальные трамвайчики ездят. Мне не понравился этот район. Сейчас мне еще больше и больше нравится. Потому что я понимаю, что если мы живем в центре Киева, то там даже не было бы где побегать. Потому что там склофоры и так далее. много людей. А тут, вот, біля дороги, есть велосипедная дорожка. Есть, где побегать. Все мне нравится этот район. Он такой, знаете, спальный. И все рядом есть. Все, что нужно. Там позади хата минулись. Разноманітные всякие супермаркеты. Поэтому мне уже нравится этот район. Потому что тут есть такая атомная война. Мы вот здесь ходим, гуляем по Киеву. У нас приехал Назарчик. Тут я тоже хожу. Даааа. Там Таня есть. Переписывается с кем-то. Тут очень хорошо. Просто ходим гуляем. На ютубе. Мазик, как бомж, если честно. Вер, помогай, пожалуйста, в камеру. Привет! Молодежь. Цыганы идут домой. Мы только идем. Ялинка. Сегодня главная ялинка Украины. Зажглась. Зажглась. Мы были в закрытом клубе Клоузер, где не можно снимать, но я все равно снимал. На метро Тараса Шиченко. Сейчас ждем свое такси. Тут идет маленький снежок. Вот так вот. Бесплатный вход. Бесплатный вход был. Девочки. Дом и пошли. Дом и пошли. Вот. А вообще, вообще. Я там, блин, я же, короче, танцую. Понимаете? Там техно такая музыка. Я все слушаю, что вокруг творится. Там все компании, кто с кем это разговаривает. Техно я оценю где-то на пять. Вот. Потому что я не люблю эту одномонитность. А Татане наоборот нравится, когда там тш-тш-тш-тш-тш-тш-тш-тш-тш-тш. Ну короче, как-то так. Ой, там что-то светится такое гадное. Боже, что это светит камера. Наверное, туда снег попал. Ну ничего. Короче, так получилось, что я ось в Египію лечу. Первый раз за границей буду. Вот. Ну это уже другая история. Я вам расскажу завтра. Сейчас буду ждать такси. Я сейчас цель тоже развожу. Для твоих брать? Буду уже на ляписном, мне кажется. Буду три цвета. Мне тоже кажется, что будет. Давай лучше ставим розовый и синей две. Вот так вот. Да? Да, очень красиво. Фиолетовый тоже всегда подходит? Или лишний? Не знаю, лишний. Лишний думаешь? Давай тогда больше узнаем. С Новым Роком вас всех! Счастья вам! Здоровья! Все самое лучшее. А Бадязка купила вот такую чорнобильскую елку и думает, что ей все сойдет с рук. Ты нормальная? Да, ты. Еще я Бадязку хочу, чтобы она... Вона каже, я еще куплю себе натуральную елку. А я говорю Бадязке, что не надо купить натуральную елку. Зачем ты это? Поддерживаешь то, что вырубывают у нас лисы. Что люди вот так вот берут и просто живые елки соби ставят. Вот. Потому что она это поддерживает. И из-за этого... И из-за этого... И из-за этого... Блин, эти бизнесмены дальше вырубают и продают такие елки, 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 сосны. Не коглайчик слышал. Не коглай? Не голос, а это для пьющих и для непьющих. Что торт? Да. Кто-то народился, или у меня? Никола. Николя? Да. Мы туда поднимались, показали сертификаты. Пождали то, что там с ребятами говорили перед нами. Мы не пошли. Нам они... А что вы на нас все пытались? Вы слушаете техно? Да, проходите. Нет. Нет, она у нас... Поиск контроль пройден. Да. Она на что вообще ничего не испытала? Может пыталась, сколько нам будет? А, она такая... Сертификаты показывала? Мы такие, да. Она говорит, вам есть 21? Я такая, да. Показываете. И она, а, ну почти. И типа ничего нам не цели. Я ставлю штампики, шинампики и говорю, все, хорошо, вечером. За нами мужик стоит. Она такая, почему вы один? Вы у нас первый? В общем, ему бы она задавала все вопросы. Мы такие, в жуху шли. А мы заклеивали камеру? Да. Я до сих пор не снимала, да? Да. Но я все равно снимала. Да, Саня все равно снимала. В общем, сначала были поганые диджеи, а тогда в 12 ночи вышел в Борис. Хотя прям бомбически нереально. Персик. И все тогда уже было классно. Я там параллельно просто себе десь залепала в своем вселенной. Саша локаторы свои розвисли. Слухает в сей везде. Он просто приходит и говорит, что это мой целый. Там где стало? Он такая, как ты это все запамятовываешь? Они даже поверили. Не. Я вообще нахуй не помню. Что было вчера вечером. Мне деда. Знакомился с Карлечкой. Она чуть-чуть полненькая. Я тебя снова разговаривала. Мы, кажется, с ней разговаривали за сиськи и за большие яйца. В состязаниях, кто по ебанутому обед себе приготовит на работе. Чуваки видишь в чайниках. В фильме не заваривали. Мы вареники уже в ельнице в этой геларе. Ведем завтра пюрешку в ней приготовить. Или борщ сделать. Вера, мы летим в Египет и в составе. Ну ты же с мамкой уехала в Дубай. Вчера. Не, мы летим в Египет. А почему? Он, а не я, едет в Египет. Ты рада за нас? Ну да. Я Саша, мама и дети Режи. Ура, наконец-то в Киеве бежал снег. Я так долго этого ждал. Короче, у нас не было снега. Аж до 20-го числа. Вот. Ну да, до 20-го числа. Короче, не было полосу нормального снига. Такого. 20 дней в зиму прошло. И это только сегодня первый сниг выпал нормальный. И я очень рад. До нас опять приехал Назарчик. Таня оце вделося, как оце в Париж начало идти. Да. Она может найти, как вы учаете, пока себе что-то. Правильно? Музыка Мы с Верой пришли на каток. Пока мы стояли в очереди, я познакомился. Ну, не познакомился. Короче, там мальчик был, який тут работает. Я начинаю ести крабовую палочку. Он такой, каже, приятно. Я говорю, хочешь тоже поесть? Он говорит, да. Я говорю, о, так бери крабовую. Короче, я взял крабовую палочку. Фух. Это зараз минус 10. Холодно. Пизда. Вера киборг убийца. Я тоже. Вот такого. Синий. Короче, Вера затягивает коньки. Вот. Собственно каток. Там написано, тримайте відстань у три тигрики. Вот. А тут за забором буквально динозавр, який речит. Это вообще нормально? Сейчас я вам покажу. Это вообще что за юрский период, я извиняюсь, конечно. Не речи! Двери сейчас по страшним дам. Ощи. Свэк. Май. Эс. Древняя идея. Верной. Да. Да. Нет. Короче, сегодня уже 22 число, я уже сейчас буду собирать Роза в Египет, потому что уже завтра в 10 часов вечера вылетаем в Египет с танками. Так что, короче, спасибо всем, кто смотрелся, переходьте, через пару недель будет новый влог с Египта, и там мы еще прилетаем 31 числа, так что я думаю, что Новый год типа с Египтом там как-то стыкуются в один видос, так что дякую за перегляд. Субтитры сделал DimaTorzok